Шах Исмаил Хаты, 1487-1524. Шах Исмаил Хаты, 17 июля 1487 года, 23 мая 1524 года, шах Азербайджана и Персии, основатель династии Сефевидов, по имени предка Исмаила, шейха Сефи, жившего в Ардебиле во времена Тамерлана. В начале 14 века, предок Исмаила шейх Сефи Аддин Исха основал у себя на родине в Ардебиле, сетающемся древним азербайджанским городом, суфийский орден Сефивия. В 1495 году гибнет отец Исмаила Гейдар, успев назначить его своим преемником. И семилетнему мальчику приходится скрываться, в чем ему помогают козелбаши, образованные из агусско-туркманских, не путать с туркменами племен. Идут облавы на него и его братьев, и Исмаил бежит сперва в Ардебиль, затем в Решт, оттуда уже попадает во дворец Карки Амерзеали в Геляне, где и получает образование ПАТ. Руководством известных эмиров и ученых, по достижению совершеннолетия Исмаил выезжает из Геляна. Он собирает войско и идет с 7000-й армией походом на древнюю азербайджанскую область Шерван. Там в 1500 году он столкнулся с превосходящими силами Шерваншаха Фаруха Исара и разбил их. Эта битва называется «Битва у Джабани» и считается одной из самых важных в карьере молодого полководца. В 1501 году на равнине Шарур его встречает с 30-тысячным войском Альвент Мерзаак. Каюнл – правитель Азербайджана. Проявив себя как блестящий полководец, Исмаил малыми силами добивается победы. Так у него в руках оказывается столица Азербайджана Тибриз. В Тибризе Исмаил объявляет себя шахом, начинает чеканку монеты и объявляет государственной религией шиизм – Абасубев. Тем самым свою страну от других мусульманских стран, где господствовали сунниты, даже принял титул. Шах Иширян – царь шиитов. Возникает новое азербайджанское государство. В качестве государственных языков в нем выступали персидские и азербайджанские языки. Шах Исмаил остановил движение узбеков, находившихся под предводительством Хана Шейбани. Который был убит под Мервом в 1510 году. За 1503-1510 года Исмаил объединил все земли азербайджанов в одном государстве и подчинил огромные территории почти весь Иран, нынешние Грузию и Армению. Ирак Арабский – часть Средней Азии. Однако в 1514 году в сражении при Челдеране с османами потерпел поражение, потеряв Армению, Курдистан и Арабский Ирак. После Челдеранской битвы Шах Исмаил практически не нападает на соседнее государство, если не читать походы на Шерван и Грузию. Оживляются дипломатические отношения с европейскими государствами – Венецией, королевством Гобсбургов, Венгрией. Шах направляет усилия на укрепление созданного им государства. Шах Исмаил скончался в 1524 году в Ардебиле, куда прибыл поклониться гробнице отца. Похоронен он в усыпальнице Сефевидов, Дару Лершат, в Ардебиле. У Шаха Исмаила было пять сыновей – Рустам Мирза, скончался молодым – Шах Тахмасиб, Сам Мирза, Алгас Мирза и Бахман Мирза и пять дочерей – Ханым Ханум, Перихан Ханум, Махинбану, Фирангис Ханум и Шахзинаб. Ханум. По преданиям, Исмаил был разносторонней личностью, он также известен как талантливый поэт того времени, писавший под псевдонимом Хатай, и считается классиком азербайджанской поэзии. Кроме того, он увлекался спортивными скачками, охотой, владел техникой живописи и каллиграфией, играл на барботе. Обладал хорошим голосом и огромной физической силой. Поощрял развитие ремесла и торговли. Персонаж многих народных легенд и достанов. Самая старая рукопись стихов «Диван» хранится в настоящее время в Ташкенте. Ее переписал Во. Дворце Шаха Тахмасиба и знаменитый каллиграф Шах Махмуд Нишапури. Известно множество рукописей. Хатай. Шах Исмаил использовал свою поэзию в качестве агитации, и его стихи, распространявшиеся по цвету вместе со странствующими ашугами и дирвишами, полны шиитского фанатизма. Хатай также и лирический поэт. В азербайджанской поэзии считается хрестоматийной его поэма «Тихномы». В 1993 году в Баку был установлен его памятник.